29 октября 1918 года Комсомольская организация Произошло это в 1920 году Первая запись комсомол проходила в парке «Цвельник» на ресторанте Левонтовской галереи Это точно известно И точно известно имя первого секретаря Петербургского райкома комсомола, которым был Борис Адмиральский И при Борисе Адмиральском позже жизнь у комсомола Петербурга была активная и насыщенная Комсомольцы города боролись за трезвость Организовали концерты и выступления Выходили на маёвке Первая маёвка прошёл в Петербургском 1923 году На Ошуке В память об этом событии Поляна, где собрались комсомольцы города Была названа Комсомольской Комсомольцы Петербурга, как и их товарищи по всей стране Помогали в рекомендации безграмотности Принимали участие в индустриализации страны Работали в санаториях В Петербурге именно комсомольцы Организовали театр «Семья груза» Численность комсомольской организации Растла с каждым годом Перед началом войны в 1941 году В СССР было более десяти миллионов комсомольцев И, конечно, именно они были первыми, Кто сожидает военкоматом, Болит в добровольцами на фронт Буквально в первые дни войны Ушли на фронт и тысяч комсомольцев Ну, целый ряд, что регионов Советского Союза Тоже были комсомольцами В партию они потом вступали уже во фронтах Великой Отечественной войны А можно назвать целый ряд таких Замечательных имен, как, допустим, Дежнов или Калинкин Город помнит комсомолку Нему Попсову, чтепанит героев-попорщиков Они тоже были комсомольцами И не забывают трудовые подвиги комсомола Уже в послевоенные годы Именно они, комсомольцы, работали На самых важных для города объектах Так было по всей стране И, конечно, именно так было в Петербурге Этого вера в восстановлении Народного хозяйства в СССР Фестиваль молодежи студентов И наш Петербург был объектом Посещения иностранной депрессии Участники директора общества Этого И даже самое главное считали В середине 70-х комсомоль Состоялось уже 36 миллионов граждан СССР в возрасте От 14 до 28 лет Мы единственные в стране были Которые встроили детский сад Стравительная организация Городской комитет комсомолки Мы работали с космонавтами Потому что мы знали, что Например, их нужно воспитывать Мы первые, когда составляли космонавтики А космонавты были Самые-самые популярные люди Мы с ними взяли дружбу И первая встреча с космонавтами На Петербурге это проводили дружбу Наука, культура, образование, спорт Во всем сферам, жизнь небольшой страны Участвовали комсомольцы И Петербургск не в исключении Я очень близко познакомился С деятельностью Петербургской Игородской комсомольской организации Когда работал уже Первым сферам в Ставропольском Крайково комсомолы Это была Точка опоры Для аппарата Крайково комсомолы Где мы проводили очень много разных мероприятий Петербургская организация Она была, знаете, как бы базовой организацией Тут Такие Десятилетиями складывались традиции Которые делают Петербург Но совершенно не похожи на другие города Именно Петербургские комсомольцы В 1968 году В пятидесятилетию комсомола решили Разбить парк в метро В нем белая ромашка Он получил название Комсомольцы Мы поставили памятник Комсомольцы в 20-м году Памятник целый поставили Причем сами Все это сделали Начинают проект родинки Делал для нас проект Все бесплатно Все на каждого На последнего Мазка, который мы делали Сейчас самостоятельно делали Защитники своей страны Романтики и патриоты Они сравнивают С насиженных мест И ехали поднимать Сельные устрои Заводы Прокладывая Жизнодоружные пути В каждом городе Селены свои ударные Комсомольские стройки Свои большие Комсомольские объекты На нашем городе Прочлось Через такие годы Когда мы старались Вот не терять то Что Что уже было завоевано Ну вот Комсомольский гост Мы Как могли Развивали это движение Значит Игра Завниция Рынок Ну Субботники В комсомольском парке Поезда комсомольского актива Очень интересные Всегда Притекательные Самыми яркими впечатлениями В нашей работе Это создание Молодёжного Жилищного комплекса Первого Единственного Структурского края Когда молодые люди Могли Отработав определенное Количество времени На строительных предприятиях Могли Увести свои Жилищные На прилавке На прилавке На прилавке Нашего города На 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 была создана городская пионерская газета, которая единственная и первая в стране получила статус юридического лица и которой мы помогли открыть через Центральный Сбербанк России свой личный счет, на который могли присылать деньги предприниматели, учреждения, организации и любые неравнодушные люди, которые занимались и вообще способствовали воспитанию подрастающей смены, подрастающего поколения. Внимало было в наше время хорошее дело, одно из них под восхождением Комсомольского народа на городе Шталов. Это было в 18-м году, наверное, принято решение. Потом было более прелавок студенческим организациям. Сокос Константиновский доставляли вовсе не на рынок, не на губщиков, все это дело. Студенческие атленты. Ну и самое главное, конечно, то, что Комсомоль – это патриотическая организация. Комсомоль – не просто возраст. Комсомоль – это судьба. Поют, собственно, в известной песне «Судьба объема молодых людей изменилась благодаря Комсомолу». Большой обзор. Это первое. Масштабность. Что я почувствовала, что я могу работать с большим количеством людей, что я доверяю. Вот это самое главное. Тот, кто прошел этот путь, комсомольский, молодежный, в сердце осталось вот это действительно чувство справедливости, осталось сердце чувство Владова Задора, которое нанеселся через многие-многие годы. Комсомол мне дал путевскую жизнь. Научил меня организовывать в первую очередь себя и других людей. Это большая была школа организаторской работы. Воспитал мне чувство ответственности за себя и за коллектив. Научил принимать самостоятельные решения и отвечать за эти решения. Это смелость, это дерзость, это решительность, это стремление всегда двигаться к поставленной цели, двигаться всегда вперед и всегда побеждать. А иногда благодаря Комсомолу менялась личная жизнь. Именно здесь, в этом городе, я познакомился со своей женой будущей. На Комсомольском семинаре встретил боевую, смелую, красивую девушку. Очень ценное приобретение меня к Комсомолу. Хорошая жена. Комсомол ушел в историю, но память о комсомольцах о сломанных делах осталась. Она живет в космических кораблях, в прекрасных парках, на рядных зданиях и на бескрайних пшеничных полях, везде, где другие из комсомольцев. И, конечно, она в памяти тех, для кого Комсомол стал жизнью и судьбой. Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер! В течение программы, как вам так же, праздничного мероприятия, в дальнейшем поведем мы. Оксана, я хочу тебя спросить, а что лично ты знаешь о комсомоле? Ну, у меня в России были комсомольцами бабушки и дедушки, комсомолики собрания, субботники, комсомольцы молодежной стройки, студенческие строительные отряды. Я, Валерий Костокович, ты впечатляешь все то, чем жили комсомолицы, и чем для них был комсомол. А давай сейчас, так сказать, из первых курсов, узнаем, чем был комсомол для первых секретарей. А давай! На сцену приглашаются первые секретари Китегорского лакома комсомола разных лет. Владимир Яковлевич Лазаревский, Геннадий Семенович Зайцев, Виктор Николаевич Зодор, Просим вас подняться на эту праздничную футболу. Дорогие друзья, 100 лет комсомола просто трудно поверит. Вечно молодой комсомол отмечает свое столе. И, конечно, особенно мы их не рады. Это для нас такой праздник эмоциональный, праздник воспоминаний, воспоминания нашей молодости. Конечно, обалдение переполняет нас. Но все-таки мы гордимся, что мы с ними при этом организации, которая не только самая большая организация молодежи в мире, но она и самая эффективная. И теперь как тому месту нам все-таки задать все вопросы. Мы понимаем, что нас формировал комсомол. Но все что-то было самое главное. Мы когда, я представляю, собой за 60-е, 70-е годы, мы собираемся уже 47-й раз, отмечать имя любви комсомола, тоже уже 5-6. И мы не перестаем благодарить комсомол за ту школу, жизненную школу, которую он нам дал. И мы побираем нашу веселую жизнь комсомолчику. Комсомол без шуток, без песен, без танцев. Ну, не мыслим просто. И мы проводили, конечно, очень хорошо свое время. И на Казахстане, на Больдене выезжали на море. Но, все-таки, самое главное, о чем я хотел бы с вами поделиться, это размышление о том, ну, что же было в этом самое главное, что измерило нашу судьбу. Безусловно, я думаю, обсуждая о том, что дал мне комсомол, я думаю, самое главное там было то, что эта организация, великая комсомол, смогла приблизить мечту человечества к тому, чтобы создать общество, в котором живут люди, во всяком случае большинство этих людей, у которых личные интересы уходят на второй план. На первый план уходят общественные интересы. Мы все как-то очень ответственно относились к тому, что нам поручают. Мы старались это сделать наилучшим образом. Мы старались это так сделать, чтобы было приятно, чтобы они оценили нашу работу. А потом, это, конечно, отразилось и на нашей судьбе. Потом нас оценили, потом нам доверяли серьезные проблемы, которые нужно было решать. И мы их решали, решали успешно. К тому, что мы такие были, можно сказать, патриоты, мы были за свою родную родину, готовы бы жизнь отдать. Это правда в нашей стране это было. И это принесло нам ответную реакцию со стороны старшего поколения на мощную сторону доверять. Мы как-то не пользовались такой поддержкой старшего поколения, что просто вы были на всякой любви самые лучшие дела. И мы, вот этот театр, это был лучшим залом, и сейчас остается лучшим залом «Переборска». Мы все свои отчетно-выборные конференции проводили единого Брэденса. Все свои торжества собрали в Брэденса. Мы встречались с замечательными людьми в нашей стране в Брэденса. Мы, в Горгомбе, или Комсомол, имели большие возможности. Одна из этих возможностей это было вручение премии Брэденского канала. Это была одна из самых популярных премий в стране. Она вручалась лучшим молодым ученым, рабочим. Вручалась лучшим нашим самым композитором. И мы с ними встречались большинство из этих порядков. Они все убивали именно молодежи. Они работали на молодежь. На строек, и везжали в города 60-х годовых молодежи. Смотрели фильмы, видели, что, конечно, вся страна, не только страна, но и СМИН, шли нашими космонавтами. Это были замечательные люди. Но первый космонавт, который был в этом саде, мы пригласили его, пригласили к комсомолу, выключаясь к космонавтам, Владимиром Шататаловым. Мы пригласили руководителей города и были приглашены с этим, с этим фильмом. И вся работа была наша. Потом, вот эта дружба, которая тоже говорила, с космонавтами, она нас пригласила всю жизнь. Нам пристали приглашение. Мы, и Миша Сориас, и я, и Игорь Каминский, мы по нескольку раз были в «Стёрном городке», мы по-нецинажёрных залах, мы были в борьбе, космонавтах. И это, конечно, оказало большое влияние на наших локирователей, на нашем саде. Я хочу сказать, что мы отмечали наше поколение 60-х, 70-х, и 50-летие комсомола. Столько было мероприятий, но важнейшее из них это ее боевые артилии, что вот эти комсомольские поезда по местам боевой славы и трудовой славы по годам 50-летие комсомола в 68-м году. Это было два замечательных поезда. Один прошел Москва-Ленинград, второй прошел по Ульяновску и Сталинграду. В этом поезде были не только комсомольские артилии, были там победители соревнований, были там руководители предприятные, были там артисты. Мы выезжали, это была такая мощная воспитательная работа, особенно когда мы раз приехали после института в Средневлазии, там какой-то город и так нас принимали, потом же как от замола в Москве нас принимали. Но особенно заступилась конечно поездка в Балкар в Сентябрь. Я тогда был в Книжстат или Книж . АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо за внимание, у меня там тоже будет очень много, я хотела бы сказать, что я поздравляю его ветерану, тренировочную составительную Комсомольную, но еще согрались мне поздравление у меня планирующих членов Российского Союза Молодежи. Хочу пожелать поздравления, хочу и пожелать, когда вам будет 80 лет, чтобы вы могли сказать, что Российский Союз Молодежи, наши платформы для начала моей жизни был моей жизни и моей судьбой. Спасибо вам. Новый день, вечер, дорогие наши Комсомольцы самых разных поколений, самых разных возрастов. Действительно великолепная дата, мы впервые отмечаем все значимые юбилеи нашего Ленинского и Амболистического Союза Балайдова. Действительно, мы работаем начать 80-х годов, до середины 80-х годов, мы действительно приняли пистофетную палочку из рук наших опытных руководителей, нашей лучшей чехивотской городской комсомольской организации, которая была в Тавропольском крае, да и, наверное, Советском Союзе. Я думаю, наверное, будет правильно сегодня уместно вспомнить завтра в зале великому сожалению, многие не смогли дожить до этой славной даты. Вспомнить первый тихо-карей это Борис Пудряшов, поименем называли раньше, это Нитарил Солин, это Игорь Калининский, это Иван Никишин, это Анатолий Ковальчук, и многие-многие комсомольцы, к сожалению, не дожили до этой даты. Я просил почтить память наших комсомольцев минуты молчания. Спасибо. Вы знаете прелатые слова песни. Я в него действительно этот пришел отвать и править учиться. Единственный друг, дорогой комсомол, ты можешь на нас положиться. И действительно мы в комсомоле попали в удивительный мир, мир наших прорезвенников, мир действительно отдаленных ребят, мир хороших специалистов, мир ребят, которые действительно болели за общее дело, за дружбу, за коллективизм. Это коллективизовало наше поколение, так и было на самом деле. Мы действительно принимали ответственные, смелые, решительные действия. Мы никогда не обьядывались, а что скажут, а что подумают. Мы принимали решение. Некоторые из них сегодня действительно живут, об этом говорим сегодня. Восхождение на Бештау 82-го голодолёта было принято решение. И как нас тогда не пытали говорить об этом, что мы старались траву вытоптать на Бештау, а как потом выяснилось, что трава растут все, когда её топчат, наиболее укрепляется. И сегодня эта добрая и хорошая традиция прижилась. И это действительно здорово. Действительное время, проведённое в Гомсомоле, оно позволило мне моим сердцем, моим товарищам, моим друзьям. Действительно стать чище, стать честнее. Уметь работать с людьми, уметь действительно видеть проблемы, которые есть, и находить пути, их решения самые короткие. Ну и самое главное, конечно, в течение последних лет всех, когда мы стали работать в Гомсомоле, мы передали эстофету, я считаю, надёжным. Действительно, комсомольцы сегодня всегда встречаются 29 октября. Это святой день для нас. Когда мы встречаемся, мы радуемся успехом наших детей, мы радуемся успехом уже наших внуков. Это действительно здорово, что жизнь продолжается. Нас радует то, что в Петербурге возродился Российский Союз молодёжь, и сегодня он крепко садит на ногах, и мы хотели бы пожелать ему успеха и удачи. Но в заключении не хотелось бы сказать ещё раз поздравить вас всех значимство летних людей. Вам всем добра, здоровья, комсомольского задора, успеха, удачи, семейного благополучия, и самое главное, этого неба до науки. Дорогие товарищи комсомольцы, комсомольцы города Петербургска, недавно совершили анализ, несколько дней назад в городе Москве сдаялось торжественное собрание, посвящённое великому праве столетию всесоюзного деятельного прогрессивского союза молодёжи. Где присутствовало 6 тысяч делегатов. Делегации были не только со стран бывшего Советского Союза, но много было детального зарубления. По окончанию этих мероприятий старопольская делегация собралась и проводила, вспоминала деятельность комсомольской организации в этом обходе. И мне было очень приятно и гордо слышать, что наша комсомольская организация Петербургская не только самая многочисленная была в крае, но самая энергичная, самая инициативная, самая креативная организация. Как правильно сказал Виталий Иванович, это была точка опоры комсомола Ставропольца. Комсомол учил востребоваться. Комсомол учил выполнять дело, которое его научил, гадить и добросовести. Но он ещё воспитал лидеров. И очень много лидеров комсомольских воспитал, причём многие из нас сидят в этом плане. Это воспитание Петербургского комсомола, сегодняшний глава нашего города Андрей Стрипник. Это семинар комитета комсомола Института иностранных языков Людмила Патюлько. Это семинар комитета комсомола Института иностранных языков, ректор самого лучшего университета в нашей стране, Петербургский государственный университет Александр Гарбонов. Это семинар комсомола, которая вместе со своим мужем, светлой маме, Калинской, создавали и создали один из первых петербургских постов в стране и самые лучшие. Сегодня она директор театра оперетты Светлана Галинская. Это заведующий органелом Гарбонов комсомола. Воследствии стал председателем Совета Народных депутатов нашего города. Бесменный начальник нового инспекции Владимир Вильям. Это первый секретарь городского комсомола города Перегорска. Директор областного завода в НИМЭМ по выпуску малых электрических машин. Председатель горосполкома города Перегорска Владимир Яковлевич Лазар. Это первый секретарь Директорского Горбова заместитель губернатора Остров-Горбольского края Киталий Зайцев. Это все первые комсомольцы которые сидят в этом зале школа которая работа которой помогла им пройти тот флот время остановления новой России 90-х годов. И все они стали достойными жителями нашего города и нашего общества. Спасибо тебе снаряда комсомольцы. Слава Директорской комсомольской организации Директорской молодежи Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ Турдыев Ещиптук стола комсомоля Владимир Петрович Битозов и Владимир Александрович Шакретько Ставропольского комсомола Владимир Петрович Блокотников Минералог Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, давайте вам приветствуем первых секретарей и вместе с ними, с нестолистами краевого театра Абилеты, почетным детьми искусств Тавропольского края Ольгой Шимарской, исполним песню старшим гимном мосвоенных комсомольцев. За протрал и раздамось комсомолом!